О том, что сегодня обсуждали в интернете, знает главный редактор портала девятка.ру Дарья Михеева. Даша, тебе слово. Привет, Дима. Начну с происшествий на дорогах. В Казахстане 52 человека заживо сгорели в автобусе. В Подмосковье нетрезвый водитель протаранил 12 автомобилей. Есть происшествия и в Кировской области. Так, сегодня утром в Слободском районе столкнулись два автомобиля. На трассе Кострома-Пермь, по предварительным данным ГИБДД, водитель автомобиля Грейт Волл не справился с управлением. На встречной полосе он врезался в Газель. От удара травмы получили 62-летний водитель Грейт Волла и 37-летняя пассажирка Газели. Сейчас все обстоятельства аварии устанавливаются. Еще одно происшествие в Зуевском районе на краю проезжей части нашли тело мужчины. По предварительным данным, несовместимое с жизнью травму местный житель мог получить в результате наезда транспортного средства. Оно скрылось вместо происшествия. Сейчас водитель находится в розыске. Очевидцев аварии просят позвонить в ГИБДД по телефону 58-88-88. В розыске находится еще один преступник. Он ограбил продуктовый магазин на улице Володарского областного центра. Преступление произошло около 23 часов 17 января. Неизвестный в маске выхватил купюры у продавца и быстро скрылся. Он похитил 8300 рублей. В настоящее время полиция устанавливает личность злоумышленника. Возбуждено уголовное дело. Дмитрий Песков рассказал, что больше всего не любит Владимир Путин. Оказалось, что это ложь и некомпетентность. Пресс-секретарь президента также отверг предположение о том, что порой он подсказывает главе государства какие-то яркие выражения или шутки. Эксперты узнали, сколько россияне готовы потратить на отдых в 2018 году. Результаты опроса сегодня появились в сети. Оказалось, что в России намерены отдохнуть 58% жителей страны. А каждый третий респондент планирует отправиться за границу. Чаще других об этом задумываются жители Москвы и Санкт-Петербурга. За заграничный отдых россияне готовы отдать около 60 тысяч рублей на одного человека, а за внутренний – около 40. Это были самые интересные новости сети за сегодня. Дима, передаю тебе слово.